Ребята, всем привет! Сегодня на ремонте, на обслуживание Honda CR-V 3-го поколения, 2011 год, с двигателем 2.2 турбодизель, в частности, N22 B3. Тут, конечно, затерто немножко, точнее, вообще не видно, ну, по крайней мере, я знаю. N22 B3 на 150 сил. Это рестайловый мотор на Honda. И сейчас встанет вопрос о том, где же здесь расположен EGR. Если кто-то хочет там почистить его или еще что-то с ним сделать, не суть. Просто видео будет касаться места расположения и как его снять в двух словах. Я сам, честно говоря, на данном авто впервые туда лез и что-то решил записать вам видос, потому что тут не совсем так и легко и просто, как это на дорестайловой версии, которую здесь находится, либо на бензиновых. Так что, смотрите, вот я его уже снял. Вот так выглядит сам клапан. К нему подвод системы охлаждения. Видите, четыре отверстия. И снял также же эту трубку. Так. Значит, нам необходимо открутить четыре болта сверху. Точнее, там два болта, две гайки. И так же самое снизу. Два болта, две гайки снизу. Вот видим. Значит, доступ. Пришлось поддомкратить автомобиль. Пришлось снять вот эту защитку. Тут ее даже полностью не снимаем. Просто вот так я ее отстегнул и вниз отвел. Мне вот этого пространства достаточно. Скажу, яма здесь не поможет. Или там кому смотровая канава, кому как больше нравится. Потому как защиту там отстегнул. В общем, там вы не подлезете. Все тесно напичкано так, что снизу руку не просунем. Вполне возможно, если вы вот там вот между карданом, аж сдалека, приопустив ее раком под машиной, рукой туда дотянетесь. Потому что находится она вот строго над полуосью. То есть тянуться прилично придется. То есть основную часть работ выполняем сверху. Значит, смотрите, ребят. Ну, естественно, декоративный кожух снимается. Тут никому не секрет. Так, дальше. Что я делал? Дальше я снял, открутил крепление этой шланги, чтобы ее чуть в сторону отвести. И нам не мешало. Или менее мешало. Открутил вот этот столбик левый. Это болт крепления клапанной крышки. И к нему же прикручивается вот такой грибочек, на который, собственно говоря, и защелкивается эта крышка. Сидит на ней. Значит, далее. Еще попробую сюда телефон засунуть. Вот сюда именно прикручивается. Видите, справа у нас под болтом. Можете наблюдать. Вот у нас коллектор, да, начинается. Вот он. И вот сюда, собственно говоря, прикручивается наш EGR. Снизу этот болт. Там просто за счет того, что куча шланг и так далее, он не выходит полностью. Значит, у нас здесь идут по, ближе к салону, два болта. Один, второй. Верхний выкручивается без проблем, вытягивается. С этой же стороны у нас идут шпильки. Если на верхнюю шпильку я накрутил, две гайки выкрутил, вот она лежит без проблем, да. То на нижней там, ну, никак нет возможности накрутить. Я их наживил, а две руки засунем, чтобы законтрагайки выкрутить. Ну, никак нет. Поэтому пришлось снимать всю трубку. Трубка же у нас идет. Сейчас перемещусь вниз, расскажу. Значит, откручиваем сверху, получается, два болта и одну гайку. У нас здесь, скажем так, более-менее адекватный доступ, видите, да? Значит, сверху откручивается верхний болт, здесь гайка и нижний болт. То есть, там можно подлезть. Затем нажимаем вот здесь кнопочку, вот так вот, и выдергиваем разъем. Отводим в сторону. Затем сверху у нас подходят две трубки системы охлаждения. Также вот такие вот металлические хомутики сжимаем в сторону, отводим, стягиваем. Немножечко антифризик у нас потечет, ну, там буквально, не знаю, грамм 20. И затыкаем болтами на 10. Один и где-то второй, там, в стороне у нас. Только-то я его спрятал, чтобы не мешал. Вот сюда загнул, вот он, вот он, вот он, второй, видите, с болтом. Все. До третьего болта доступ снизу. Я его отсюда кое-как добрался, сорвал, но крутить его никак. Приходится снимать колесо. Как я говорил ранее, опускать вот эту защитку, садиться, обнимать машину, просовывать руку сюда. Блин, руки не тоненькие, как бы с этой стороны уже вывернул руля вправо, чтобы проснуть. Но, ребята, кто похудеет, вот вполне, возможно, отсюда будет удобнее. Но у меня расклинивает трубку между этой трубкой и лонжероном. И не могу я ничего сделать. Поэтому приходится мне вот отсюда. Сейчас попытаюсь отобразить, где снизу откручиваю трубку EGR. Так, ребята, а вот, собственно говоря, вот сюда нижней частью прикручивается трубка. Тоже, видите, одна шпилька, две шпильки сверху и два болта. Вот тут, в принципе, просовываем руку, берем головку, маленький вороточек, срываем это все дело и откручиваем. По сути, по чуть-чуть, но можно. Самое неудобное, это внутренняя гайка. Вот там вот аж. Если бы, допустим, были здесь без шпилек, то есть мы можем полностью эту трубку не снимать. Внизу она зажата. Допустим, выходили бы эти болты, все у нас свободно. И у нас вот этот промежуток, расстояние между коллектором и этой трубкой, он спокойно в сторону вывелся бы. Да так, а бы. Ну и все, занимаемся чисткой. Как бы не скажу, что он совсем-совсем ужасный, но и не скажу, что он прям чистый. По какой причине я сюда полез? Не знаю, в принципе, Хонды в мороз, по крайней мере, явно не славились хорошим запуском. Но я не скажу, что она как Тойота, скажем, как настоящий японец, прям с полтычка запускается. У меня много лет пробыла Тойота. До ключа не успеваешь дотронуться, она запускалась. Здесь как бы полсекундочки надо подержать ключик. И несколько увеличенный расход. Не знаю, может быть, это связано с этим или нет. А может, я просто не успел на ней поездить нормально. Так, привел немного в порядок. Все чистенько. Здесь тоже почухал. Так, шпильки, болты. Все на медную смазочку садим. Все, берем новые прокладки и кидаем назад. Все, собрали в обратной последовательности. В принципе, ничего нового сказать вам не могу. Запускаем. Все, мотор работает. Все четко. Самых внимательных тут нету, потому что в этом видосе я не показывал пробег. Так, ребят. С момента записи видео прошло 3,5 месяца. Сегодня 27 октября. Вот такая вот погода вместо июльской жаркой, хорошей погоды. Ну да ладно. В общем, поделюсь с вами своими наблюдениями. Наверное, ни на что это не повлияло. Потому как динамика осталась прежней. И запуск остался прежним. Расход. Расход я опустил, да. Ну просто, наверное, дальними поездками. За 3,5 месяца я наездил 9000 на ней. В принципе, полет нормальный. Как было, так и есть. То есть, у нас не сильно забито. Видим, такой нагарчик был небольшой. Ну, не так, как бывает. Закоксовывают, чтобы прохода нет. Или там не дозакрывается из-за этого нагара в таком духе. Поэтому, если у вас вот такой нагар, это, скорее всего, ни к чему не приведет. Да, расход сейчас у меня средний уже 7 литров показывают. Но это в основном у меня трассовый автобановский режим. Не знаю, как судить. Как раньше эта машина эксплуатировалась. Где эксплуатировалась до меня. Поэтому вот такая работа получилась. В принципе, при возможности заказывайте новые прокладки. Если такой возможности нет, конечно, можно поставить назад. Но я этого не говорил, да. Слегонца продублировав. Герметиком, если вы переживаете, что будет подсекать. Если не переживаете, ничего не надо. Обезжириваем, чистим начисто. И все ставим, зажимаем необходимым моментом. Там у нас везде восьмерочка была. Восьмерочка у нас зажимается в районе 24-29 ньютон-метр. Если вдруг кто-то динамометрическим ключом будет зажимать. Ладно, такой получился видосик. Спасибо тем, кто досмотрел видео до конца. Не забываем за лайки. Всем удачи. Всем пока. Всем пока.